Дальше осталось несколько небольших блоков, почему небольших, потому что они гораздо меньше важны, чем гардплей, гардпасс, начало схватки. Плохие позиции. Что делать, если вы попали в плохие позиции? Плохие позиции бывают разные, мы не будем разбирать какие-то способы выходов. Очень быстро о них поговорим. Смотрите, Евгений Скида, украинский тренер, известный по джиу-джитсу, он все время написал очень хорошую фразу, что если ты проиграл сходку по баллам, и у тебя есть силы выйти с ковра, значит ты не сделал все возможное. И я считаю, что эта фраза идеально описывает то, как вы должны выходить с плохих позиций. Например, сайт контроля, Андрей, давай. Собирай сайт. Вот окей, давай на этап назад вернись, пройди мне гард. То есть опять же, я с самого начала готовлюсь. То есть смотрите, он мне проходит гард, я упираюсь в него руками, дави-дави-дави, он меня продавливает, мои руки оказались здесь. Все, очень плохо, им будет очень тяжело пользоваться. Давай еще обратно. Он проходит мне гард. Окей, я понимаю, что я проигрываю, я заправляю руки сюда, да, чтобы контролировать его ногу. И вот здесь смотрите, если я сейчас поставлю, ну просто положу ножки, останусь ждать, он залезет в полный сайт, возьмет все захваты, обрежет мне опции. И вот отсюда, ребят, ну вы будете два часа вылезать. У нормального человека, который умеет давить, который будет развивать позицию, у вас как бы схватка не безлимитная, он может сушняка просто здесь дать. Вы будете отсюда вылезать 200 лет. Очень важно. Окей, я понимаю, что я проигрываю позицию. Он мне проходит гард. Я врубаюсь в работу, как только так сразу. Если вы в любой плохой позиции решите просто, ну что же, ну случилось как бы, да, вы отдаете контроль, вам потом реально не хватит силы времени, чтобы оттуда выбраться. Вы должны, вспоминаю сравнение произносилования, вы должны рубиться до последнего, вы должны оставить все свои силы, чтобы в позицию плохую не попасть или попасть так, чтобы она не стала для вас абсолютно безвыходной, да, заправить какие-то нужные захваты, заправить контроль ножками, да. Опять же, очень важно понимать, откуда исходят угрозы. То есть я понимаю, что сайт контроля, давление на плечом, если я оставлю руки здесь, у меня будут проблемы. Руки здесь, у меня есть шансы. То же самое, допустим, если он мне... И, к примеру, если ты будешь долго толкаться руками, я просто... Да, и мне просто... Да, или руку меня оторвешь. Нет, есть такие сильные ребята, которые не дают долгое время, да. Ты будешь коротцем, ты просто... Да. И вы должны понимать, откуда исходит угроза. Допустим, он мне проходит гард, давай медленно проходишь в эту сторону, я ухожу в черепаху, он мне начинает забирать спину. Вы должны понимать, что у вас одна угроза, это вот эта рука верхняя, потому что если вы будете вот так вот, здрасте, как бы вы приехали, у вас должна одна рука быть вот здесь, да, и рамка, чтобы не дать ему возможность взять этот захват. Вторая рука у меня от чего защищается? От его ноги, потому что он будет закидывать ногу. Вот, то есть я здесь, вот здесь я могу выйти. Я могу реализовать этот момент, потому что я его брал здесь, я могу там дальше работать, да, я блокирую его руку. У меня есть шанс выжить, потому что через руку, какой бы он ни был сильный, у меня рука держит рамку за лицо, он может даже попытаться сейчас, но ничего не сделает. Да, то есть я блокирую его возможность ему заправить ногу, то есть я еще не отдал баллы. Если я веду по баллам, я еще могу даже вот в этой позиции до конца схватки дожить, да, попытаться что-то сделать. Вот, это на самом деле все, что вам стоит знать о плохих позициях. Вы можете это дрилить, берете своего там одноклубника, он как бы начинает вам влетать в какую-то из плохих позиции, там маунт, бэкмаунт, да, вы врубаетесь, максимально быстро защищаетесь, устанавливаете позицию. Да, на примере маунта еще покажу. Давай, в сайт. Ну, в сайт садись. Вот, допустим, я в сайт контроля, я заправил руки вот сюда, он хочет идти в маунт. Если я буду там ножку вот эту вот выставлять, ну, вот эту вот историю, это вообще мертвая тема, да, он ее спокойно уберет, спокойно перешагнет, да. Что я хочу? То есть он заходит, я хочу найти его стопу, убрать между своих ног, начать поворачиваться, вставлять андерхук, да, то есть я хочу провести максимальную работу, да, я хочу заманить его в позицию, я не хочу там лежать недвижимо, да, то есть если он стоит, вот я, возможно, буду искать возможности, да, возможно, я пойду в другую сторону, да, вставлю ноги, то есть я постоянно, постоянно хочу работать. То есть выходов из плохих позиций не устав, не бывает, значит, неплохая позиция была, если на него контроль нет, вы его толкнули рукой, он отвалился, это неплохая позиция, да, то есть, ну, это нормально. Если вы проиграли позицию, он придется потратить очень много сил, другого пути нет. Знаете, у меня люди постоянно спрашивают, как до Бразилии дешево долететь, как будто, знаете, есть какие-то там супер дешевые самолеты секретные, о которых никому не говорят, на самом деле нет. Нет способа долететь дешевле, чем как будут вообще доступные. И нет способа выйти из плохих позиций не устав, да, если мы говорим, да, там о соревнованиях. Тут, наверное, важно помянуть такой тип людей, которые любят играть в дефенс-джу-джитсу, типа, вот, ты два часа не можешь мне забрать спину, как бы, я защищаюсь, я классный, типа, братан, ты, если будешь вот эти черепахи валяться на соревах, мне дадут адвантаж, ты ничего не сделаешь, я выигрываю адвантажем, как бы, и иду дальше по сетке, а ты идешь с дефенс-джу-джитсу такой, ну, зато я баллы не отдал, я по адвенте, что проиграл, идешь, как бы, домой. Да, это важно понимать. И финально, о чем мы хотим поговорить, это сабмишены. Да, то же самое, мы не будем разбирать каждый сабмишен, важно понять одну простую вещь. Андрей, олег, пожалуйста, на спинку, головой в камеру. Смотрите, вот условно, я вышел на рычаг локтя, и представим, что мы на тренировке, да, я на тренировке, расслабься, я разгибаю ему руку, понимаю, что уже есть рабочий опасный угол, что я делаю, я либо контролирую, не разгибая дальше, да, либо перехожу, либо просто отпускаю, поняв для себя, что я на позицию вышел, я ее реализовал, я на тренировке не хочу оторвать человек руку, потому что, ну, ему со мной еще тренироваться, как бы, мне с ним тренироваться, и не хочу, чтобы мне оторвали, да, я хочу какой-то взаимности. И вот это чувство взаимности ни в коем случае нельзя переносить на соревнования. Смотрите, всегда есть логика, что, ну, если ему больно, он может постучать, и все закончится. Если я, дай, пожалуйста, ручку, раскрыл ему руку, условно, а он не стучит, это его осознанный выбор, да, может, ему в моменте не больно, может, я нигде-то не доконтролировал, но не стучать, это осознанный выбор человека. Поэтому, смотрите, вот сейчас у него Андрея в таком положении рука, да, она натянута, но он, допустим, не стучит. В зале, да, я бы на этой ситуации остановился, что я сделаю на соревнованиях, найду угол, который он сейчас повернул, и в эту сторону буду достаточно жестко дорабатывать, да, работая силой своих рук, силой своего корпуса в одну сторону, в другую, да. Часто ошибку, которую люди совершают, попадая на тех, кто не стучит, это они начинают не думать о приеме, они начинают на человека заглядываться, то есть, как бы сейчас лучше показать. Давай, встань, пожалуйста. Дай мне ножку на футлок. А то есть, условно, на сингл-экс, я там его вывесил, я там, да, взял ногу на футлок, ну, встань, чтобы тебе удобнее было, чтобы ты не балансировал, да. Вот. Условно, взял ногу на футлок. Я понимаю, что он там дальше пойдет. Человек не стучит, и часто вы, вместо того, чтобы доводить футлок, начинаете такие, на него смотреть, типа, он стучит, не стучит, стучит, не стучит, стучит, не стучит, не надо так делать. Вы взяли сабмишн, терпеть, и так далее. Это его осознанный выбор. Я контролирую, если он не стучит, я полностью включаюсь в движение. Дальше еще один важный момент. Сколько мы в Бразилии, мы должны его обсудить. Я думаю, ты с ним сталкивался. Бразильский тап. Это когда он по тебе вот так вот пальчиками постучал, ты отпускаешь, а братишка скажет, ты говоришь, да я же не стучал, да не было ничего, я захват искал. Еще раз. Терпеть боль, повышать вероятность получения травмы на соревнованиях, не на тренировке, на соревнованиях. Это осознанный выбор человека. Если он решает поднять ставки, скажите ему, что вы тоже готовы поднять. Если вы боретесь с человеком, вы его знаете, да, вы знаете, что он вменяемый, да, то есть вы не первый раз встречаетесь, он там как-то аккуратненько стучит, вы отпускаете, все нормально. Если перед вами человек, которому вы не доверяете, не бойтесь дождаться решения судьи, когда судья побежит кричать стоп, как бы останавливая схватку. Ну, бывают такие моменты, но с обмишинами очень важно на соревнованиях потерять этот милосердие к человеку, да. Больно, стучи, все закончится, пойдешь домой. Ты принципиальный, но давай немножко потеряешь здоровье тогда. У меня товарищ так проиграл схватку на турнире, он проигрывал по баллам, за две минуты до конца он выходит на треугольник с рычагом, и он как бы, человек терпит, и он ломает, ломает ему руку, но видно, что он не дорабатывает до конца, но ее тянет, но вот видно, что он мог еще сильнее включиться. Человек дотерпел до конца схватки, выиграл по баллам, и после этого не смог продолжить, потому что как бы, ну, руку-то ему как бы раздрочили, но не так сильно, чтобы он постучал во время схватки, да? Это все. Все в вашей созданной выбор. Дальше еще одна вещь, которую бы хотелось сказать с обмиршином, это скорее к удушающим. Андрей, можно я у тебя спину заберу? Знаете, есть вот как бы, на бумаге, когда, да, вот на бумаге я не имею права душить его через нос, по правилам, да, вот на бумаге так написано. А на практике, короче, судья слепой, в среднем по стране, да, ну, вообще, я в Бразилии, то есть меня на Рио-Опене душили через центр лица, пытались, и нормально, ни у кого там вопросов не возникло, да, вы всегда должны, как бы, соотносить утопию, да, то есть бумажное правило с реальностью. Если условно вы положили там человека, он там спрятал шею, ну, окей, извините, я буду душить его вот здесь вот через лицо, особенно если судья не видит. И ничего в этом такого нет. И, знаете, одно дело, когда вы боретесь, да, на начальном уровне, да, там, синие пурпурные пояса, вы обычно не сталкиваетесь с этой компетитовской жестокостью. Я вот в Бразилии боролся по пурпурным, по коричневым, вот сейчас стал бороться по черным, но вообще другие ощущения, то есть люди вообще плевать хотели на мое здоровье, что со мной станет после схватки. Как бы, не нравится, стучи. То есть я очень сильно удивился, тем более, что у меня есть позиция, как бы, мне забрали спину, у меня лицо полностью видно, судья стоит передо мной, не человек вот закинул руку вот на нос, делал вот такую душающей, а судье пофиг, судья такой. Барба идет. То есть мы не травмируем людей на тренировках, мы заботимся о своих спарринг-партнерах, потому что те люди, за счет кого мы растем, но не надо играть в милосердие, не надо, как бы, давать шанс, потому что часть всего ответного шанса, ребят, вам не дадут, и вы должны быть к этому готовы. Да, и то же самое с людьми, которые терпят скрутку пятки, то есть те вышли на пятку, как бы, ты головой должен понимать, что у тебя разлетится колено, если ты будешь терпеть ее, но есть люди, которые терпят, у которых разлетаются колено, и, ну, ничего с этим не поделать, да, как бы, люди, опять же, приводя другие виды спорта, в боксе вот в нокаут людей отправляют, да, там, в ММА нокаут отправляют, да, там, добивают, ничего страшного, все потом живые, куды полез, вот, ни с чем, как бы, ничего ужасного не случилось, поэтому давайте мы на джиу-джитсу будем немножко жестче другого относиться в плане соревнований, и у нас будет яркая, красивая, жесткая борьба. Итак, ребят, да, это были те советы, которые помогут вашей борьбе стать лучше, вам лучше подготовиться соревнованиям, если вы ожидали увидеть, да, типа, вот здесь такая техника, вот здесь такая техника, ребят, извините, ну, нам реально не хватит времени и сил перебрать все возможные варианты, если мы рассмотрим какие-то варианты, да, это будет нечестно по отношению к другим людям, кого мы не рассмотрели, важно, не надо готовиться к соревнованиям методом рубилова, да, у вас есть вот советы, которые я вам дал, вы берете все с парень пахнера и начинаете каждый момент, озвученный мной, выделять как отдельный дрилл, на гардпул поработали, на контроль плохой позиции, на проход гарда, на вывешивание из стороны в сторону, на смену атаки, да, все это вы можете упаковать в дриллы в соответствии с той борьбой, которую вы используете, и если вы будете это нарабатывать, ваш уровень будет очень-очень быстро расти, если вы будете вот это вот топтание человека, типа, ну все, человека задавить, просто вот тут тупо пытаясь ломиться вперед, в какой-то момент вам все-таки ломают рога и это будет не очень приятно, выиграть все-таки, знаете, ребята, интереснее, чем проигрывать, это я вам точно говорю, что, добавишь что-нибудь? Ну, не знаю, мало ли что-нибудь сказать, скажи что-нибудь. Ну, во-первых, хочу сказать, что все, кто участвует в соревнованиях, все, это уже заявка, когда ты себя заявил на соревнованиях, ты уже заявляешь, я, типа, один из лучших, я, может быть, лучший, никто же не идет на соревнования, не платит ладко, чтобы проиграть, как бы, ты думаешь, ты всех вынесешь, соответственно, готовиться тоже нужно так, но с одной стороны, с одной стороны, наша цель, это выиграть, быть чемпионом, с другой стороны, понятно, что все 20 не станут чемпионами, только один человек выигрывает, ну, как бы, к этому надо подходить объективно, не в том плане, что, ну, понятно, там, все-таки, там, все чемпионы, я там, вот, иду, чтобы получить, там, опыт, нет, ну, если ты уже идешь на соревнования, ты уже делаешь заявку на то, что ты будешь лучшим, правильно, потому что, ну, в каких-то критериях ты не соответствуешь, надо развивать сильные стороны, и, как бы, ну, раз ты уже пошел, тогда надо уже показать на все, ременом, не знаю, вместе скурить, не тренировать, ну, я там, ну, я еще приболел, а потом у меня понос был, ну, такие, не надо тогда, то есть, если человек делает, как бы, заявку на профессиональный спорт, а любые соревнования тоже профессиональный спорт, ну, с такой точки зрения, да, если уже делать, ну, он любительски, ну, ты уже как профессионал выступаешь, если ты уже начал, как бы, этим заниматься, тогда не надо, как бы, наш спорт позорить, если ты не в форме, страшный, ну, а, Отдал свой внос и не приходи. У меня были такие соперники, которые приносили внос и не приходили. Но это лучше. Это лучше. Лучше слиться сразу, чем прийти не в форме и не подготовленном. Поэтому надо использовать все знания, которые вам дают ваши тренера. На доверие вообще-то строится. Ну, обучение. Обучение строится на доверие. Если не доверяешь, меняйте тренера нахер. Идите к другому, ищите нормального. Не доверяйте джиу-джит, судите, не знаю, в ММА, в кроссфит, в гири, в мя-хайд, что-нибудь такое. То есть, если вы занимаетесь этим спортом, то надо его уважать. Если вы не уважаете этот спорт, то лучше им и не заниматься. Вот так, я считаю. Прекрасное послесловие. До новых встреч.